Всем привет дорогие друзья и вы на канале Мерон. Сегодня я расскажу вам про хорошие новости про открытие границ СНГ. И перед началом видео я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новостей про открытие границ СНГ. Также открытие границ какой страны вы ждете? Напишите в комментарии. Если у меня будет ответ на это, я постараюсь неизмедлительно снять на эту тему видео. В Казахстане разработают мобильное приложение для прибывающих в страну иностранцев. Через него будут контролировать состояние здоровья приезжающих, а также наличие ПЦР-теста. Около 200 иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, обратились с открытым письмом к председателю штаба по противодействию коронавирусу в России Голиковой и министру иностранных дел РФ Лаврову. В письме они просят открыть границу для студентов. Около 100 тысяч студентов из стран ближнего зарубежья не могут попасть в Россию, чтобы возобновить учебу в очном формате. Некоторые из моих подписчиков спрашивали меня насчет Швейцарии. Так вот, хорошая новость. Россия с 24 октября будет выполнять рейсы из Петербурга в Женеву и обратно по субботам, сообщила пресс-служба перевозчика. Тем временем Сергей Собянин заявил о нехватке трудовых мигрантов в Москве из-за закрытых границ. И в связи с этим я предполагаю, что границы начнут открывать как можно быстрее. Он также подчеркнул, что число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году. Друзья, кто с нетерпением ждет полного открытия границ СНГ, ставьте лайк, посмотрим сколько нас будет. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе всех свежих новостей. Всем пока, всем удачи и вы были на канале Мерон.